Решение ЕС о торговых преференциях для Украины опубликовано в официальном журнале организации. Это означает, что украинские производители отныне смогут ввозить в Европейский Союз больше товаров без пошлин. Каких именно и о чем еще Киев договаривается с Брюсселем, выясняла Елена Абрамович. Обработанные томаты, мед, соки, пшеница, кукуруза. Годовые объемы на беспошлиный ввоз этих продуктов украинские производители исчерпывают буквально в первые недели года. Повысить квоты Брюссель пообещал еще прошлой осенью. Завершились бюрократические процедуры только теперь. Тем временем, украинская сторона решила начать с ЕС разговор о пересмотре соглашения о зоне свободной торговли. Украине нужно провести работу, которая называется оценка действий угод. Для того, чтобы в любых разговорах позиция Украины была подкреплена фактами, цифрами и розрахунками. Поэтому мы проинформировали европейскую сторону о том, что мы такую оценку будем действовать. Завершить оценку Украина собирается до начала следующего года. Пока же от Брюсселя ждут помощи для украинского бизнеса. Ведь преимуществами свободной торговли многие не пользуются просто из-за непонимания, как это сделать. Обговоривалось о вопросе поддержки Европейским Союзом, создания в Украине системы поддержки экспорта. Это как и институции с поддержкой экспорта, так и экспортно-кредитного агентства, и также унификованного веб-портала для украинских экспортеров. Эти вопросы планируют поднять также на саммите Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе в конце ноября. Украина готовит к этому форуму и ряд других предложений, рассказал наш посол в ЕС. Пока Киев ищет новые пути сближения, Брюссель, похоже, немного отступает. По крайней мере, тут пока не могут согласовать другой вопрос, какие формулировки выбрать для итоговой декларации саммита. Ведь некоторые страны уже не хотят признавать европейские устремления Украины. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.